Всем привет! Начинаю снимать влог. Сегодня 29 апреля. На улице снова снег. Я мясо размораживаю. Сейчас буду готовить плов. Сегодня у нас плов будет. Но суп еще есть. Поэтому только один плов. Вот такая погода снежная. Холодно очень. На завтрак я готовлю брокколи, жарю. Сейчас еще шпинат добавлю. У меня вот такой замороженный шпинат. И еще сюда яйца. Как омлет будет с овощами. Сейчас у меня овощи разморозятся. Ну и пожарятся. Я добавлю 3 яйца. Размешаю. Добавлю соль еще сюда. Совсем чуть-чуть. Вкусная соль из фикс прайса. Вот такая. Ядированная. 7 блюд. Очень вкусно пахнет. Сейчас размешаю все. И потом после еды буду пить витаминку. Комплевит я пью. У меня уже заканчивается. На 3 дня еще осталось. 6 штук. 2 раза в день. Все. Сейчас яйца добавлю. Покажу, что потом получилось. Какой результат. У меня уже практически все готово. Сейчас еще переверну. На другой стороне пожарю. И его уже буду вытаскивать. Всем приятного аппетита, кто тоже кушает. Чаек налила. Потом витаминку после еды приготовила. Выпью. Это моя порция. Это Сергея. Всем приятного аппетита. Еще я сделала вот лук. Порезала. Это белый лук. Соль немного. И совсем немного масла подсолнечного. Будем завтракать. Вчера еще папа купил детям игрушки. Фикс прайси. Они сами выбирали. Это Кирилл такую выбрал машину. Она такая классная оказалась. Я даже не думала. Качественная. Колеса светятся. Двери открываются. Музыка играет. Прикольная. По-моему, багажник еще тоже открывается. Да, вот так вверх. Супермашина. 199 рублей. Я и не думала, что она такая классная. Здесь три батарейки нужны. Она ездит, объезжает препятствия, по-моему. Открываются двери и поднимается багажник. Так, вот такая цена. И еще при столкновении с препятствиями машинка меняет направление движения и объезжает их. Светится еще. Прикольная. Очень понравилась нам. И цвет такой классный. Голубенький. А это Даня выбрал. Металлическая машинка с заводным механизмом. Не музыкальная, просто металлическая пожарная машина. Он ее забрал в детский сад. Так, еще Даня выбрал набор. Тоже в детский сад забрал. Который папка, блокнот, ручка, карандаш, точилка. Там вот набор за 99 был. И еще Мегатрек. Который с треком сразу. Машинка трек. Батарейки уже сели. Вчера весь день, весь вечер играли. Не показывала вам просто. Так, это вот Кирилл выбрал. Даня. Это и еще папку. С блокнотом, с ручкой, с карандашом. В виде робота. Так, сейчас вам включу, покажу. Очень прикольно. Нам очень понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Батарейка, что ли, садится. Что-то вам виснет. Батарейка, наверное, садится. Сейчас вот здесь покажу. Нет, нормально ездит. А у нас вечер уже. Я сегодня сходила в Фикс Прайс. Ничего не хотелось снимать. Я сегодня даже в Фикс Прайсе ничего не снимала. Вот неохота было ничего снимать. Поэтому сейчас покажу, что я в Фикс Прайсе сегодня купила. Вот такие сидушки. Так, как они называются? Вот, 99 рублей. Так и называется сидушка на табурет. 38 сантиметров. Купила для стульев. У нас хоть они и квадратные, да, но все равно как-нибудь обделаю, сделаю. И хочу по периметру еще сделать резинку. Она тоже продается в Фикс Прайсе. 10 метров. Большая, ну, длинная. Так, 55 рублей, недорогая. Вот, сейчас по периметру сделаю резинку. Прицеплю на стул. Покажу, что получилось. У нас стуль и такие страшные. Нужно как-то их обделать, переделать. Ну, и они еще мягкие. Я купила две штуки. Одинаковые, серенькие вот такие прикольные расцветки. Расцветки были много. И нужно выбирать вот здесь вот швы. Вот в этих местах бывают как бракованные. Торчат, все торчит. Но я выбирала более-менее нормальные. С другой стороны вот точку прорезинена. Чтобы не скользили. Но мне все равно на резинку придется делать. Поэтому без разницы, скользят, не скользят. Давайте вот так покажу вам. Мне очень понравилась расцветка. Именно вот такая серенькая. Но нужно, как я вам сказала, вот здесь проверять. Бывают бракованные. Здесь вот более-менее. Состав полиэстер, поролон. Оказалось, что так быстро вставляется резинка. Вот здесь есть, как уже прошитое, да, вот здесь место для булавки. Я вот вставила булавку. И сейчас по периметру, по кругу пройдусь. И здесь придется дырочку сделать небольшую. Немного будет видно, но ничего страшного. Зато резинка будет уже держаться на стуле. С резинкой лучше будет. Ну вот, смотрите, я уже сделала резинку, вставила. Вот такой вот грибочек получается, шляпка. Так, вот здесь завязала. И не нужно ничего прошивать. Супер! Мне понравилось. Вот. И не видно резинку. Так, сейчас на стул потом сделаю и покажу вам. Но пока мне все нравится. Вот такой шляпа-грибочек получилось. Надо будет Дане с Кирей дать примерить. Даня, Киря! Я сейчас им примерить дам. Смотрите, какой грибочек у мамы получился. Хотите примерить? Хочу такой. Померяй. Шапка? Да. Шапка-грибочек. Как ее называть? Ну-ка просто, ну одень просто. Так, давай. Сейчас Даня дай вам померить. Посмотри на меня. Ну-ка Даня померит. Ну зачем это? Ну это на стул вот надо одеть. Только не на этот. Этот вообще страшный. Давайте на другой. Не подходит этот. Ну-ка, эта сидушка не подходит к стулу. Маленькая. Очень маленькая. Короче говоря, распарываю. Снова вытаскиваю резинку. И просто на стул привязываю по краям завязки, наверное. Так сделаем, да, Кирюш? Так, и завязки уже привяжем к стулу. Потому что маленькая, оказывается, чуть-чуть не хватает. Поэтому зря я это, конечно, затеяла. Ну ладно. Зато показала вам. Может кому-то пригодится такой способ. У кого маленькие табуретки, стулья. Вот продаются такие маленькие табуретки круглые. Вот на них подойдут. А вот на наши стулья огромные не подходят. Кирюш, стань-ка я покажу. Вот, смотрите. Вот стул такой страшный. Вот, просто положить. Я хотела, чтобы здесь хотя бы закрыто было. Нет, не подходит. Поэтому... А, кстати, можно приклеить... Нет, приклеить... Нет, надо завязки. Завязки, наверное, тоже не подойдут, да? Подойдут вот так вот, если вот так. Может, приклеим? Нет, ну пойдет, вот здесь вот так вот. Резинки сюда пришить можно? К этой штуке вот этой. Точно. Мы сейчас резиночки пришьем, да, сюда. Вот здесь вот так вот. И такой угол. Нет, рваться, наверное, будет, да. Да не, не половину. Я придумала. Ой. Короче говоря, пускай так лежит, да? Не будем ничего придумывать. Нет. Поэтому мы просто положим на стулья и не будем заморачиваться. А то оторвать? Все равно красивая, мне понравилась. Все равно не жалко, что я купила ее. Она и мягкая. Мягко сидеть, Кирилл? Говорит, что мягко, не знаю. И еще сейчас порядок здесь буду наводить. Смотрите, что у меня здесь творится. В нитках, в иголках. Нужно порядок навести. Резинку нужно в другое место убрать. Еще сегодня я купила сандалии. Специально ходила, искала. Ну, в обычном магазине нашла. Ни сеть, ни торговая. Просто магазин детский. Вот, Вьетнам, по-моему. Страна-изготовитель. Да, Вьетнам. Эффа. Торговая марка Эффа. Вот, 32-й и 33-й размеры. Они легкие, очень легкие. Поэтому, может, я и купила такие. Летом будет удобно бегать в них. Ну, и в садике тоже. У нас в садике все порвались. Осталось-то ходить здесь сколько? Меньше месяца. Сегодня у нас 30-е. Меньше месяца ходить. Но все равно купила для этих целей. Ну, и на лето потом пригодятся. 450 рублей стоили. 449, если точно быть. Еще в фикс-прайсе я сегодня купила вот такой освежитель воздуха. Цветочный валь. Очень приятно пахнет. Вкусненько. Цветами. Заменить нужно мне было. 99. Еще вот такие вот носочки. 19 рублей всего-навсего стоит. И качество хорошее. Две пары. Одну куда-то в деле уже. Вот такие себе женские носки. Они тоже, по-моему, 39. 5 пар. И вот такие еще. Тоже 19. Вот цена. Тоже себе купила. У меня потому что повыкидывала все. Нужно было заменить. Я не люблю длинные носки. Вот люблю именно короткие. А эти, по-моему, носками сделаны. Да. Клитков не было. Поэтому такие купила. Пригодятся тоже. И выгодно. 19 рублей носки. Очень даже выгодно. Это я купила в том же магазине, где и сандали. ДМ-маркет у нас называется. Так, магазин. Еще в прошлом влоге я вам рассказывала, что я ходила на собрание. И там сказали, что нужно много всего сдавать. Денег много. На первый класс детям. На форму. На рабочей тетради. Кто смотрел прошлый влог. Спасибо, хотела вам сказать, за поддержку большое, что поддержали меня. Написали в комментариях, что можно, оказывается, ну, нужно сходить мне узнать, что бесплатно школа должна закупать в многодетном тетради рабочие именно. Ну, и учебники. Нужно это тоже мне сходить, уточнить. Потом только переводить на карту. Ну, либо учительнице сразу сдавать. Не знаю. Нужно тоже это уточнить. Нужно нам сдавать, либо нет. Потому что у нас Владу будет 18 лет в этом году. В мае. В конце мая. Мы уже, наверное, не будем считаться многодетными. Потому что 18 лет же. Вот. Это тоже уточню. Ну, и в соцзащиту. Схожу. Тоже узнаю. Там, по-моему, выдают. Ну, многодетным, по-моему. На каждого ребенка по 1500 в школу, чтобы собрать. Независимо. Ну, от первой класса идет он. Либо в другие классы. Какие нужно, во-первых, документы все узнаю. Потом все вам расскажу. Выдали нам эти 1500, либо нет. И еще нужно мне про форму уточнить тоже. Может, мы не хотим таким цветом покупать, да? Может, мы хотим другим цветом, да, заказать. Как попугаи будем ходить. Все одинаковые. Тоже нужно это все узнать у учительницы. И еще, так, что я хотела там узнать. А, справку мне там надо сдать еще. Ну, вроде все. Вот пойду после майских праздников у нас, потому что завтра 1 мая. Майские праздники, 5 дней выходных. Ну, как у всех, наверное. Вот. И после праздников пойду в школу. Займусь этим делом. Может, реально бесплатно будет. Ну, за тетради рабочие не нужно будет сдавать. Ну, и форму, может, самим можно купить. Так. Ну, и будем уже скоро ложиться спать у нас, потому что вечер. Поздно. Будем заканчивать этот влог. Вот такой у нас получился сегодня день. Всем пока-пока. Здесь у меня кот лежит. Всем пока-пока. До следующего влога. А кот лежит, загорает. Кс-кс. Лапкой помаши. Лапкой помаши. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.